Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно в нашем лексиконе появилось новое слово child-free, буквально «свобода от детей». И вот оно, это явление, это слово, ну явление, уже завоевывает себе жизненное пространство, множится сторонниками, собственно говоря, в отличие от того смысла, который он несет. И вот об этом явлении мы сегодня будем говорить с нашим гостем, практикующим психологом, сотрудником психологической клиники Казанского федерального университета Лианой Шакировой. Здравствуйте, Лиана! Здравствуйте! Тема проблемная, острая, может быть болезненная, поэтому постараемся говорить аккуратно. Я сразу скажу, что я не являюсь сторонником ни той, ни другой половины, я вообще как бы за экспертное отношение к любой проблеме. Тем не менее, я считаю, что там есть некие точки напряжения, о которых стоит поговорить. И, ну, для начала, да, собственно говоря, название говорит о том, что я выбираю жизнь без детей. Чем оно ново для нашего общества? Ну оно понятно, что не вчера появилось, но тем не менее, как-то все равно привлекает к себе внимание разных слоев населения и разную реакцию вызывает. Что в нем нового для нашего общества в этом явлении? Мне кажется, нового ничего, просто об этом стали говорить. Раньше тоже это было, просто прикрывали отговорками. Раньше тоже не все женщины хотели иметь детей. А сейчас, ну, это же такое феминистическое направление, да, вытекает из-за этого то, что... Про свободу выбора. Да, да, а женщин, испокон веков у женщин не было выбора. То есть, это как одна из версий, да, что, может быть, таким образом, они отстаивают свои права, свои границы какие-то, да. Мы живем в традиционном обществе. У нас традиционные ценности, семейные ценности, да. У нас дети, это норма. Вот без детей, в России, по крайней мере, да, там может быть... А почему нет? Давление. Давление, да. Но и люди, они... Многие не чувствуют вот этих границ, да. Даже если человек по каким-то медицинским показателям не может иметь детей, они чаще говорят о том, что мы child-free, потому что не хотят углубляться в это то, что это больное мое. Но многие child-free говорят о том, что я не могу иметь детей, потому что меньше вопросов будет. Тут двоякая такая ситуация. И туда, и сюда можно. Да. Хотя, по большому счету, child-free — это люди, которые добровольно отказываются от детей. А те категории, которые не могут иметь по разным причинам детей, ну, чаще всего медицинским, они child-less, по-моему, называются, да. Еще у нас есть child-hater, да, child-hater. Те, которые не принимают детей вообще ни в каком виде и негативно относятся ко всему, что связано с детьми. Да. Ну, мы будем говорить только о child-free. То есть это такая вот самая интересная категория людей, или, вернее, явлений, или принятое решение, которое можно поисследовать именно вот с психологической или даже больше социально-психологической точки зрения. У меня была знакомая с Африке, когда мы обсуждали тему детей, есть сторонники, кто не хочет детей, да, ну, в данном, на данный этап своей жизни. И она делает вот такие вот, как можно не хотеть детей? Это вот у нее на подкорке, что другого варианта нет. Что дети, это вот как воздух дышать, они вот должны быть. Ну, это, наверное, как и семейный сценарий, позиция общественная, позиция семейная, которая переросла, приросла уже к личной твоей позиции и не разлепляется в этом месте. Да, но хочется сказать, когда мы обсуждали только какую тему выбрать, и выбрали эту тему, у меня в голове сразу такое, а что обсуждать? Хочет — рожает, не хочет — не рожает. В чем проблема? А потом начала думать о том, что реально же многие люди просто нагнетают, вот прям давят людей. Если человек хоть любит детей, и у него большая семья была, да, и он прям рожает там семерых детей, это тоже вызывает обсуждение, у некоторых осуждение, если женщина не хочет детей, или пара не хочет детей, что в этом плохого? Но тут тоже можно пофантазировать, что за этим стоит. Вот как раз-таки, да, это мой чистый осознанный выбор, или все-таки что-то за этим скрывается? Ну и потом получается, что мы здесь все равно натыкаемся на то, что человек часто закрывается, и вот в том числе и в это явление, будучи прочувствовав на себе нарушение личных границ. Есть очень много статей в интернете, где именно сторонники Чарльдфри описывают свои жизненные ситуации, почему они к этому пришли, и как они в этом себя чувствуют, как они с этим, как выстраивают отношения с окружающими в этом. Но чаще всего пишут, что через 5-6 лет близкое окружение, оно как бы вот смиряется и разрешает людям жить своей жизнью, и решать свои проблемы самостоятельно. Ну тут еще другой момент есть. У меня сейчас я могу сделать этот выбор. Пройдет время, я захочу детей. Вот сейчас, например, я не хочу детей, а лет через 15-20 я захочу детей. И знаете, как у меня есть, скажем так, знакомые религиозные батюшки в церквях. Они когда-то приняли решение, ушли в монастырь, обеты дали, да. Прошло время, они отреклись от этого. Ну то есть там 15-20 лет прошло, все. Ну то есть они поменяли свое мнение. Хотя понятия не имею, почему. Как бы там у них свои какие-то причины это есть. Но тем, и с женщинами так же. Тут другой встает вопрос. Если мне, например, лет 30-35, я сейчас занимаюсь карьерой, я не хочу сейчас детей. Мне стукает через время 55 лет или 60, да, там, детородный возраст уже, все. Я понимаю, что я хочу детей. А поезд ушел уже, да. А поезд ушел. Это первый момент. А второй момент. Если я прогнозирую, что когда мне будет там лет 60, и я уже не смогу иметь детей, вдруг я захочу. И я так вот на всякий случай в 35 рожаю ребенка. Но я не хочу. На всякий случай. Вот на всякий случай. Это реальные кейсы такие. Что происходит? Ребенка воспитывают очень жестко. очень деструктивно. Там нет вот, как мы с детьми, вот и сиськи, и масяськи. Как-то он желанный. Не на всякий случай, а когда он желанный. Да, да. И, а там вот прям, ну вот это непринятие. Если ты не хотела ответственности, но ты ее как бы так на всякий случай приобрела, к другому это не скажешь. И это вот как такой груз у тебя на шее. И ты не то, что не испытываешь какой-то любви и нежности, ты постоянно думаешь, зачем? Это как твоя ошибка. Вот тоже твоя ситуация. Ну вот по поводу фертильного возраста, абсолютно с вами согласна. Это все-таки проблема отличается от желания купить дом, или землю, или построить там что-то. Потому что у этой проблемы, у этого вопроса есть биологические ограничения. И даже, смотрите, если рассматривать такой момент, это тоже реальный кекс. Кекс, интересная оговорка, реальный кекс. Кекс, да. Что замораживают яйцеклетку в нормальном фертильном возрасте, а потом где-то в ссор, после 40, оплодотворение в районе 45. Но женщина, которая не рожала никогда раньше, в 45 лет первый ребенок, это очень и очень тяжело. Это в 20 лет на автомате там здоровье есть, и нервы все крепкие. А в 45 лет все-таки, да, и есть такой момент, есть женщина, ну как бы не то, что пожалела, она сказала, говорила о том как раз, о том, что если бы я знала, да. Ну вот если мы говорим о гештальтерапии, Эриксон говорит, человек всегда делает единственный правильный выбор в контексте, то тут не о чем жалеть. И вот здесь вот тоже, вот по поводу того, что человек когда-то был, а потом передумал, да. Вот в том состоянии, в том контексте, может быть, это было давление, может быть, это было влияние, может, это было непроработанные с психологом или самостоятельно страхи. Но тем не менее, человек принял решение, что сейчас я вот такой. И это тоже достойно уважения, достойно, конечно. Конечно, не должно никакой критики вызывать. И здесь, в принципе, все обратимо, за исключением, да, возраста, да. И второе, когда все-таки делают операции по удалению, вот, так называемой стерилизации, которая обратной силы, я так понимаю, видимо, не имеет. Почему, как вы считаете, это сообщество растет в количестве? Люди стали об этом говорить. А еще? Все. Просто люди стали. Знаете, как срабатывает? Если ребенок, вот возьмем, да, он растет, если он никогда не узнает, что есть такое направление, и у него не будет выбора, как не родить ребенка. Да, если я никогда не пробовала шоколад, я не буду хотеть шоколад. Но если мне расскажешь, что есть такая вот еда, и она вот просто, не знаю, слюнки потекут у тебя от этого, и ты всегда будешь ее хотеть, я попробую. Ну, то есть, почему нет? Это мой выбор будет, да? Но мне про это рассказали, как это вкусно. Здесь тоже, про что можно сказать? Многие же говорят, во-первых, что происходит с твоим телом. Ну да, это знаменитое «Мое тело, мое дело». Да, но это не во всех случаях, но во многих, да, оно как бы и появляется в растяжке, обвисает грудь. Точно не во всех. Да, но как бы вот этим страшат, да. Плюс твоя жизнь просто так на паузу у многих ставится, потому что это декрет, да. Чем ты в декрете, как не ребенком будешь заниматься. У меня в окружении много знакомых, кто родили детей, и они даже в декрет не уходили. Ну, то есть, там понятно, что они не работают полный рабочий день, и как бы... Но, тем не менее, они постоянно в развитии. Это как раз-таки про мое. Да, если я привыкла сидеть на работе, там с восьми до пяти, вот каждый день, вот я как за станком, как на заводе, привыкла делать одно действие. Кроме этого, я больше ничем не интересуюсь. Про какое развитие мы здесь говорим? Это выбор человека. То есть, ты в декрете можешь развиваться, ты можешь... Вот, когда ты забеременеешь, у тебя появится чувство, что ты не только ответственен за себя, но еще и за ребенка. У многих это играет вот так. Ага, значит, мне сейчас надо подготовить ему классное будущее. И начинаются вот эти вот гонки, чтобы вот в момент, когда ты будешь рожать, ты могла расслабиться и понять, что ты создала для себя безопасное пространство. А это тоже очень важно для женщины, ощущать это безопасное пространство. Если чаще всего мужчины же дают это поле, создают, да, что ты можешь на меня опереться, я тебе там помогу, финансово я тебя обеспечу. Да, в том плане, что дети, это материально затратно. Они реально требуют много денег, вложений. Интересно, мы сейчас пласта коснулись, как мне показалось. То есть, вы говорите о том, что до того, как об этом стали говорить вслух, то это чаще всего был выбор без выбора, который мы делали по традиционным каким-то лояльности к семейным и к общественным сценариям. Пришло время, вышла замуж, через какое-то время родила. Ну, такой сценарий традиционный. Традиционный. Есть кто выбивался, но это единичные случаи. Да, ну, единица. А так сказать, выдавляющее большинство, так и жило. И это как будто бы здесь выбор без выбора. С другой стороны, сейчас есть категория, допустим, ну, судя по вашим кейсам людей, которые приходят в Чалфри, тоже, в принципе, делая выбор без выбора, исходя из того, что не проработаны причины, что приводит к такому выбору, к присоединению, к этому движению. И когда я готовилась к этой передаче, я насчитала из разных статей и разных специалистов разное мнение, но я насчитала в общей сложности 15, по-моему, 14 причин, которые могут повлиять на выбор позиции Чалфри. Ну, например, мода ощущения сопричастности. Это когда отказавшись от детей, значит, ты обеспеченный, современный, можешь жить в свое удовольствие, свободный и так далее, да? Ну, это у меня откликается как инфантильность такая. Да, но тем не менее. Даже в голове сразу меня воспитывали там. Мама, бабушка, мне всегда все давали, и я вот живу, кайфую. Эмансипация, да? То, что мы сейчас воспринимаем в каком-то смысле детей, определенная часть, как некая помеха к достижению карьерного успеха, да? Какого-то роста. Потом тяжелое детство, да? Ну, часто очень это действительно серьезно. Конечно, отражается. Да, отражается деструктивная семья. Ну, опять, здесь все очень индивидуально. Да. Это вот я говорю, я не буду все 14-е, а зеркальню собственной боли, когда вот родителям иногда такое даже бывает. Вот мне было плохо с вами, вот я вам внуков, внуков не дам. Вот типа, как хотите, так и живите. Мстя. Да, я моя мстя, точно. Ну, проблемы в репродуктивной сфере тоже понятно. Гиперответственность или избегание ответственности, да? То есть я настолько гиперответственна, что я не смогу позволить себе родить ребенка, потому что я, наверное, не смогу обеспечить его всем тем, чем я должна обеспечить. Или наоборот. О, это такая ответственность. Не-не-не-не-не-не. Это все, ну, про инфантильность опять. Необратимость того, что если ребенок появился, то его уже обратно, как говорят, не родишь, да? Не принятие себя, ранее опыт родительства, вот та самая история про детей старших, первых детей, которые нянчатся со вторыми. Социальная обстановка, когда есть какие-то военные конфликты, да, наличие. Отсутствие партнера, осознание проблем перенаселения планеты. Страхи различные, там, дороговизнение содержания ребенка, страх с тем, с чем столкнется ребенок, страх беременности, страх процессоров, страх всего. И вот это все может даже вполне быть у одного человека, по большому счету, да? И вот это все находится там под, может находиться там под решением, что я хочу быть человек-фри. И со всем этим, конечно, хочется разбираться, потому что, чтобы не получилось, как вот про монахов вы сказали, да, что я вот принял постриг, а потом передумал. Хорошо, если вовремя передумается, да? И потом хочется здесь еще обратить ваше внимание на такую экзистенциальную сторону этого вопроса, да, что некоторые, ну, по опросам моим личным перед интервью, что такое ребенок, да, появившийся в семье, несколько человек, я уж не вела статистику, естественно, сказали, что это, ну, в общем-то, смысл жизни. В том смысле, что ребенок продолжение рода, продолжение тебя, и это как-то примеряет себя с экзистенциальным пониманием смерти, одиночества, там, временного присутствия на земле и так далее. Вот, и, ну, все-таки до этого состояния нужно дорасти, да? Ну, и с Покомникова говорили о том, что ты жив, пока про тебя помнят. Ну, как бы, если в этом находится смысл жизни, ну, тут тоже какая медаль с двух сторон. Потому что если я ставлю свою жизнь на паузу и зацикливаюсь на ребенке, и все свои вот эти вот амбиции, хочу слово много вспомнить. Амбиции и устремления, ожидания. Все, чего я не достигла сама, я хочу, чтобы достиг мой ребенок. И реально так и происходит. Многие мамы прям живут ребенком, они не занимаются собой, вот только с ребенком. Они там себе лишнюю юбку, платье не купят ребенку. Ну, это все, мне кажется, укладывается в ту концепцию, о которой вы перед передачей говорили, про отсутствие института родительства. Да. Ну, вот расскажите об этом еще, потому что это очень важный пласт, который, я не знаю, как его вообще реализовывать. Каждый решает в этом случае проблему, как это, спасению утопающего, дело рук самого утопающего. Хочешь, ищешь школы молодых родителей, родительства, и учишься этому. Потому что, как вы сказали, мама, которая нерешенные свои проблемы хочет решить в ребенке, это вообще не вариант. Да, это пагубно для обеих. На самом деле. Про институт родительства, ну, нас не учат быть родителями. Это факт. Нас, как в холодную воду, мы не знаем. Понятно, сейчас есть интернет, да, все это можно посмотреть, там, как держать ребенка, как памперсы иметь, ну, как купать и так далее. Смотрите, вот тоже вопрос, Людмила Петрановская об этом пишет, что сейчас мы создаем семью, в принципе, немножко из других соображений, нежели раньше. Если раньше это было то, что, например, там, вдвоем легче содержать две зарплаты, там, поддержать друг друга, или там, когда болеть, и что детей легче воспитывать, то сейчас на те же самые вопросы респонденты отвечают по-другому, что я хочу чувствовать рядом с собой другого человека, я хочу чувствовать тепло, я хочу чувствовать нормальные какие-то человеческие отношения. То есть, как бы, индивидуальность такая проявляется более ярко, и к чувствам человек появляется, да, и в то же время родитель, который будущий или потенциальный, который думает о том, чтобы родить ребенка, вот он, его, вот в наше время как должен воспитывать, на чьем примере, на каком, на каком, ну, идеологическом, что ли, поле, да, когда сейчас столько разных полярностей существует, и непонятно, куда поставить, вот это же тоже такой дестабилизирующий фактор. Конечно, потому что у нас очень много выбора, и тут момент воспитывать, как воспитывать. Ну, своим примером, как говорят психологи, в общем-то, ребенок воспитывается только своим примером. ты проработай себя, помоги себе, ребенок это увидит, будет делать так же. Бессмысленно, если ты куришь, и говоришь, ребенок, курить плохо, маловероятно, что ребенок не закурит. Ну, да. А как вы считаете, существует, вот сейчас, вот вы сталкиваетесь, потому что, если бы это было, то мы бы точно сталкивались, существует ли сейчас какая-то пропаганда, child free, вот прям пропаганда. Вот в России, по крайней мере, я прям с такой яркой позицией не сталкивалась. А если, например, вот какая-то важная, яркая звезда в молодежной среде заявляет во всеуслышание, я child free, это является пропагандой, или нет? У которого миллионы подписчиков, поклонников, и так далее? Тут очень-очень можно поисследовать. Вообще, если мы абстрактно просто, то да. Если ты говоришь это на большую аудиторию, и ты знаешь, что люди к тебе прислушиваются, конечно. Хорошо, второй вариант. А если я вижу рекламу банка, который продает квартиру в ипотеку, и на этой фотографии изображена новая квартира, парк, все остальное, мужчина, женщина и собака. Это пропаганда, child free? Мужчина, женщина и собака. Не коляска с ребенком. Вот здесь традиционное восприятие семьи. Потому что я знаю, что у банков есть ипотека, и там разные-разные формы. Для молодой семьи, для еще кого-то, для семей с детьми, с двумя, с тремя. Тоже все по-разному. Вот как передать мысли, выразить это все словами. Что значит пропаганда? Вот если я покажу вам листок, ну, представим, да, и он будет синего цвета, и скажу, что он зеленый, а я эксперт, к примеру, в цвета феноменах каких-нибудь. Вот вы поверите, что он зеленый, а не синий? Ну, я, наверное, предположу, что нет, но я думаю, что в этом есть недосказанность какая-то, да? То есть у нас мозг, который подвергается внушению. Конечно. Но тут мы ставим, включаем, точнее, свое критическое мышление. С которым сейчас проблема. Я на самом деле сама по себе я верю во все. Потому что, если я этого не знаю или я этого не вижу, это не значит, что этого нет. Да? Почему может существовать только мое мнение? Их может быть очень-очень много. Поэтому, что про внушение, ну, это твой выбор, верить или не верить. Просто сложнее отстаивать себя, когда ты в обществе, там, и все говорят, дети, это ужас. Это вот ты представляешь, как это слово... Меня в какой-то момент запугали, ты знаешь, как проходят роды, как это тяжело. Ну и все. У меня... Я сдала себе установку, что у меня... Я буду рожать только путем кесаресечения. пока не начала изучать другую сторону. Перинатальная психология, наверное. Да. И сейчас роды, это не только про боль, это не только про этот ужас, ад и так далее. Ну, это может все... Про инициацию, про серьезный психический процесс, который переживает... Да, да. И все зависит только от себя, как ты хочешь, чтобы это прошло, на что ты готова ради этого. Просто... Я просто боль не терплю, у меня болевой порог прям... Набрич отсутствует, мне кажется. Да, и поэтому я себя так всегда подготавливаю. Вы сейчас вот прям говорите как раз про проработку. Конечно. Вы уже прорабатываете этот вопрос. Это не так, что... Это не с бухты, барахты, конечно. Ты тут узнаешь, что ты забеременела, и давай все книги... Потому что книги читать классно, слушать лекции, семинары, это очень круто. Но по моему опыту, то, что есть очень много книг, в принципе, на которые, если бы я знала их содержание, я бы вот к ним не обращалась. Потому что вот здесь и критическое мышление включается, что важно выбирать из этого многообразия, что тебе ближе, что тебе подходит. А если мы отойдем от книг, да, и про детей поговорим, и ты принимаешь решение, что я не хочу детей, вот тут можешь задать вопрос. Вот за этим не хочу, что стоит. Да, порефлексировать само себе, пописать. Вот когда мы пишем, мы всегда можем мысли свои потом структурировать, поисследовать само себя. Почему нет? Это интересно, изучать себя, это очень интересно. Ну, вы, собственно говоря, сейчас уже даете рекомендации тем, кто... Вот смотрите, ведь может быть ситуация, когда человек говорит, а мне не нужна никакая рефлексия, я уверен в своем выборе, выборе, да, ну все, тогда, как говорится, и как психологи не трогают вообще, да, темы, с которыми к ним не обращаются. Конечно. Мы сейчас с вами теоретически рассуждаем, в принципе, а ситуация, с которой, проблема, с которой может обратиться тот или иной клиент к вам, и, видимо, кейсы были такие. Но все-таки, вот как может отразиться на человеке неосознанный выбор, допустим, позиции child-free? Вот неосознанный выбор позиции child-free. Он может пожалеть? Он может пожалеть, когда уже будет поздно, да, как вариант? Да, но мы как делаем? Мы обычно... Я люблю создавать безопасное пространство, потому что наша психика так устроена, что она любит стабильность, да, вот мы даже что-то новое... Ну, наверное, она, да. Да, да. Это вот наше чувство безопасности. И мы же будущее свое не знаем, но реально вот любой твой выбор, любой шаг, действие вот так вот может все поменять, если у тебя там планы на 20 лет вперед. Или не твои действия, а чьи-то. Все что угодно. Дождик пошел не вовремя. И что в этот момент я рекомендую делать? Мы, если принимаем какое-то решение, пишем сценарии развития событий. И, к примеру, если я сейчас принимаю решение не иметь детей, да, пишем сценарий, что в 60 лет я пойму, что я хочу детей. Как я на это буду реагировать, что я буду испытывать, какие эмоции, да, буду испытывать, что я буду делать с этим. Или наоборот, в 60 лет я поняла, что у меня нет детей и что я чувствую, что я испытываю, с чем я осталась. Да, то есть это тоже обратная связь с собой. Себе же, Ну, вот по поводу вот этих вот отношений к стабильности и к устойчивости, тут двояко, смотрите, опять-таки от человека зависит. Можно для себя считать безопасной зоны, когда у тебя нет детей и тебе не надо ни на кого распыляться, да, ты как бы сама себе живешь или сам себе живешь, и слава богу. Либо другая ситуация, что ты чувствуешь безопасность только тогда, когда у тебя уже есть дети, ну, в смысле, или ты их хочешь завести, и вот в этом твоя безопасность. И это тоже, ну, как бы относит нас к истории жизни человека и к тому, на основании чего у него такая позиция сформирована. Но и то, и другое ведь про безопасность может быть, понимаете, интересно. Я, наверное, в другом русле немножечко про то, что наперед. То есть, если сейчас я могу создать себе безопасное пространство, я вот не то, что переживаю наперед, но я люблю, когда вот у меня все не четко по плану, но я в безопасности, чтобы мое эмоциональное состояние не было вот как качели туда-сюда. Максимально уйти от непределенного вот этого взвешенного состояния. Тут никак не сделаешь. Мы все на какие-то непредвиденные события, наша психика на это всегда реагирует. Просто у кого-то это ярко происходит, да, даже срыв планов. Поменять планы для кого-то. Вот сегодня мы там договорились с подругой попить чашечку кофе, я говорю, мы не можем. У кого-то это может все день на смарку. Вот из-за этого у меня все расписано, я уже ничего не хочу. У кого-то так это. И это тоже про небезопасное пространство мое. У кого-то у меня безопасно пространство, когда я знаю, в принципе, если я делаю, принимаю решение, что как я себя буду вести, что я буду испытывать, я себя программирую на это. Что я из любой ситуации выйду максимально сохраняя спокойствие и бережно к себе. Ну и у меня второй вопрос, противоположность первому. чем может быть, как может отразиться на человеке неосознанный выбор позиции стать родителем. И мне кажется, это гораздо более серьезные последствия, нежели выбор не стать родителями. Здесь калечится сам человек, ребенок калечится об него и как-то все не очень. А потом это все заражается в детском саду и пошло-поехало. Само явление челс-фри, это уже проблема или нет? Ну то есть я имею ввиду, что оно может привести, как пишут, к снижению рождаемости, демографическим проблемам. Есть такая проблема или нет? Как вы думаете? Ну вот по возрасту, вот как раз в этой категории, ну возможность родить вот вы чувствуете в своем окружении, что такая проблема есть, что людей с позиции челс-фри стало больше. У меня, например, есть некие подтверждения, но их очень мало, когда пары, которых я знаю на протяжении нескольких лет из позиции да, мы вот поженились, мы скоро немножко поживем, будем обязательно рожать, поменяли свое понимание, представление на нет, мы не будем рожать. Ну это нормально. в том плане то, что если им сейчас хорошо, то есть мы не можем принять решение на всю жизнь, у нас в какой-то момент что-то щелкнет, мы можем поменять это решение обратно, сделать выбор в пользу другого. Все что угодно может произойти. Это станет проблемой, если мы будем сами из этого проблему делать. Да, вот, если мне сейчас хорошо, есть люди, которые в принципе в теории хотят детей, но каждый год лет через пять, вот им 25 лет, они лет через пять, им 28 лет через пять, лет через пять, лет через пять, то есть они не против детей, но просто вот сейчас что-то не так, не то финансовое состояние, нет партнера, такого надежного, чтобы мы могли опереться, да миллиард причин. я не хочу, чтобы там мой ребенок сейчас вот... Так они будут бесконечности, эти причины множатся, так и до 45 лет, до 50 лет. Другая сторона, когда родители говорят, когда ты рассказываешь рациональную сторону, что ребенок это ответственность, да, и что для него вот мне важно подготовить и пространство, и вот, потому что мое состояние ему будет очень сильно передаваться. себя подготовить, свое психическое пространство. Мы как-то рожали, вон в полях рожали, работали, работали, родили и дальше в поле пахать. Ничего нормально, все нормальные люди выросли. Я так смотрю на них, и думаю, по каким меркам нормальные? Определяет критерии, да, что нормальные. Да, что значит нормальные, это как? Просто вот в то время и сейчас разные цели. Если раньше была цель выжить, прокормить, то сейчас это все больше в доступе. У нас нет такой цели, что мне нужно пахать в полях, чтобы выжить. Да, мы можем ходить на работу спокойно в офисе, в чистом, опрятном офисе, там, купить квартиру, там, ипотеку или снимать жилье, кому как больше нравится. И все так. Да, и как будто немножко усаживается мысль о том, что ребенок, ты рожаешь не для себя, а это человек новый, которому ты даешь жизнь, который какое-то время будет жить с тобой, а потом уйдет в свое свободное плавание, и ты не имеешь права его держать. Это его жизнь. В идеале. Так, но мы говорим, когда он проходит все этапы, да, сепарации, во-первых, не так, что вот он 10 лет, но в принципе, в принципе, уже взрослый, да, ребенок. мало кто в свободное плавание уходит. Ну, эта мысль, она сейчас, ну как, она нова, ее не так давно стали вообще вслух-то говорить о том, что вообще-то, ребята, это не ваша собственность, это не ваша игрушка, не предмет ваших воплощений, ваших своих личных, неисполненных мечт. Это отдельный человечек, который, я первый раз об этом прочитала у Максимова, публицист, есть такой журналист, у него книги называются «Психофилософия». И это было очень удивительно, такое, у меня как будто пазл сошлись, и меня стало так вот, знаете, так отпустило, как будто все, у меня все сходится, теперь я понимаю, почему у меня были вот такие ощущения. Вот, и это так, это недавно, это недавно стали об этом говорить. Это недавно стали говорить, наверное, вот так. Да, да, не в среде психологов, не в среде ученых, а на бытовом уровне. Это же тоже очень, как вот вы правильно сказали, я хочу быть ребенка или я хочу стать матерью, да? Колоссальная разница. Это же колоссальная разница. И здесь тоже, я хочу родить игрушку, я хочу продлить себя, оставить после себя след с помощью своего ребенка, или я хочу дать миру, или там вселенной кому угодно вообще подарить новую жизнь новому существу. Это же тоже имеет значение и тоже влияет на позицию child-free или не child-free. Да, очень сильно влияет. Рожают, чтобы в старости было кому стакан с водой. Ну да, есть такая расхожая точка зрения, которая не выдерживает никакой критики, конечно. Обычно было исследование у нас в России, оно такое маленькое, то есть выборка совсем маленькая. Небольшая. И показали, что родители, у которых была установка, что дети как раз-таки это... Те, кто будет подавать стакан воды? Да, такие, мои холопы сдают своих родителей в дом престарелых. Это в лучшем случае, потому что за дом престарелых тоже еще платить надо. Кто-то просто выгоняет. А у меня... Радченко интересно сказала об этом. Психолог, клинический психолог. По поводу вот этого стакана воды и родителей, которые ждут все-таки внуков, да? Интересно, что вот она пишет, прямая гипотеза, что за этим ярым желанием скрывается родители, чтобы иметь внуков, скрывается тревога, сложные эмоциональные переживания из-за того, что не продолжится ваш род. Вот я каюсь, у меня тоже были такие мысли. И вы знаете, о чем я думала? Я знаю, что это неконструктивно, я знаю, что это, ну, как словно говоря, не то, что нельзя так думать, но неконструктивно, допустим, да? Я думала о том, что, ну, вот, допустим, мой род прекратится, да? Но ведь он на протяжении там ни одного столетия в гинограмме, я там откопала до 1800, там, какого-то года, люди делали все возможное, чтобы продлить вот этот род. Не понимая, конечно, чаще всего, что они работают на род, да? Но тем не менее, там, войну рожали, там, несмотря на засуху, на всю историю Советского Союза, до Советского Союза, там, до Советской власти, да? они продолжали это делать. И ради чего? Чтобы в один какой-то день, я прямо сейчас крамольные вещи говорю, кто-то из этого рода принял решение, сказал, я больше не хочу дальше идти. И все. И на этом прекращается история рода буквально. И с другой стороны, я знаю позицию человека, который был чат-фри, и который сказал, что прям жестко чат-фри, после какого-то инициаторского опыта, сказал, да вообще-то вот на улице ходят люди, которые мне интересны, их же кто-то когда-то родил, кто-то же когда-то напрягся для того, чтобы они появились на свет, да? Потерял какое-то, ну, условно говоря, потерял какую-то там красоту, может быть, в фигуре, да? Да бог с ней, не за это любит людей. Но потерял какое-то количество лет, опять-таки, условно, в кавычках потерял, да? Это же, что ты называешь потерей? Вопрос восприятия. Да, то, что ты можешь включенным быть в процесс воспитания, восприятия детей, обеспечить себе какую-то помощь заранее, и так далее. Вот это как раз осознанный процесс, да, подхода к этому, и так далее. Понимаете, да, вот какие вещи удивительные открываются в этом вопросе? Сейчас, мне кажется, меньше кто задумывается про род, про значимость рода, потому что мы там дальше своих, ну, максимум, про бабушек, про дедушек. Вот это же беда. Ну, беда же. По-моему, по мне, это как беда. Ну, а там с возрастом приходит, конечно. Может быть. Просто, когда ты... В 25 лет мне было совершенно неинтересно. С возрастом это сложнее сделать. Хорошо, если про бабушки, про дедушки, которые еще могут, или там бабушка с дедушкой, которые могут рассказать. Ну, это опять мы немножко отклонились от темы, но по большому счету, это тоже, смотрите, в 25 лет мне еще неинтересно, но еще живы те, кто может это мне рассказать. В 45 лет мне это интересно, но уже нет тех, кто это будет рассказать. То есть, по большому счету, когда мне 25 лет, это задача моей бабушки, там, родителей, прабабушки, рассказать, передать ту информацию, тот банк данных, который у них есть. И здесь мы сталкиваемся с тем, что человека нельзя научить. Человек может только научиться. Да, да, совершенно верно. Получается, что я бы хотела, чтобы вы все-таки сказали еще раз свои рекомендации как специалиста в той ситуации, когда человек не может, например, определиться с отношением к этому вопросу. Как ему в этой ситуации поступить? Есть реальный кейс «Немой». Женщина, она металась между тем, что, ну, как бы, вот это слово «надо», да, ну, как бы «надо» детей, и тем, что, ну, в принципе, сейчас не к месту, не ко времени, да. И вот не могла сделать выбор. И когда она думала о том, что надо сделать уже выбор, надо сделать уже выбор, для многих людей сделать выбор, это очень тяжело. Я не знаю, как работают наши флюиды, наши энергии, связь с космосом и так далее. У нее начинаются проблемы со здоровьем, и ей вырезают матку. И первая мысль ее была, она вот рассказывает, делится, то, что... Слава Богу, мне не надо делать выбор. Выбор, это тоже... Организм ее сделал. Тяжело. Если мы говорим про то, что, как бы, осознанный выбор, да, не под влиянием... Если ты понимаешь, что это твой осознанный выбор, создавай себе безопасное поле на потом, да. А что если? Не переживать наперед, но создать себе безопасное пространство. Вот. Но, с другой стороны, для меня, когда я принимаю важные, судьбоносные для себя решения, это всегда психолог. Потому что, а что у меня за этим стоит? Как будто свериться надо немножечко, да? Да. Посмотреть, это чистое решение, или это все-таки не мое вообще решение. Может быть, у меня есть подруга, которая для меня является примером, если мама не стала моим авторитетом, подруга какая-нибудь, да, стала примером, и... И она влияет на мое решение. Да, да. И у нее решение, что... Да я буду строить карьеру. Вот все. Я там вот такая тусовщица, я за путешествием, вот все в такой легкости. Или мама, которая говорит, зачем я тебя родила? Вот ты мне всю жизнь испортила. Нет, это, конечно, утрированное, такое тоже есть. Ну да, конечно. Ну, как бы, да, бывает такое, что дети же очень чувствуют. Если бы не ты, я бы такую карьеру сделала, я бы стала тем-то, вот этим-то. Я бы вот за президента замуж вышла, если бы вот только не ты. Но это не обязательно говорить. Дети все чувствуют. Когда мы злимся, но не показываем эту злость, дети тоже это чувствуют. И у нас это все выливается в скрытую агрессию такую. В общем, это бесконечная тема, связанная с детьми, мне кажется. Потому что это все настолько индивидуально, и все вот так вот. Вот как раз в этой теме вот и поймать надо свою индивидуальность. Вот в этом-то как раз и заключается самое главное. Вот сколько я перечитала интервью людей, которые выбрали эту категорию, я не знаю, но почему-то я чувствую, что вот этот человек прям вот осознанно и твердо стоит на этих позициях. Второе, читаю интервью, как будто нет. Как будто вот что-то там вот именно спутанность решения со своим болезненным, непроработанным какой-то травмой. Вот прям фонит, что называется. И здесь хочется обратить внимание все-таки, да, один, ну, допустим, первый вывод нашего разговора о том, что child free, да, это один из вариантов свободного решения, ну, свободного выбора, по большому счету. И вместе с тем надо отделять, да, вот этот осознанный выбор от каких-то непроработанных терапевтических запросов, проблем, которые есть у человека внутренних конфликтов. Так ведь? Конечно. Многие тоже из кейсов девочки, женщины, девушки, которые принимают для себя решение, но за этим что-то стоит. И почему фигура ребенка так опасна, да? Тоже интересно. Они принимают вот сейчас решение, что я не хочу детей, у меня не будет детей. И не дают себе на будущее про запас. Ну, то есть время передумать, не дают себе возможности передумать. И в некоторых странах разрешена стерилизация, многие врачи отказываются это делать, но тем не менее любым способом. Есть прям очень страшные такие способы, которые вредят прям здоровью. Здоровью. И женщины делают это как бы вот просто. Я вот не знала, как, да, но вот решила вот так вот сделать. При том, что в организме нет лишних элементов, да? Да. Мы система. И как бы просто не дают себе выбора на будущее. Или опасаясь, что вдруг я могу передумать. Да? А вот и здесь идет как раз вот это исследование. В смысле могу передумать? А что вот сейчас за этим стоит? Это всегда индивидуальная работа. Люди, не только девушки или мужчины, да, которые не хотят детей и советуют идти к психологу, но и дети, люди, которые страстно желают иметь детей. Тоже надо разобраться. В том плане то, что да, я хочу ребенка. Возможно, став чат-фри, вы никогда не пожалеете о том, что вы стали чат-фри. Или наоборот. Возможно, родив ребенка, вы тоже никогда не пожалеете о том выборе, который вы сделали. В любом случае, имеет смысл говорить о том, чтобы уметь вербально отстаивать свою позицию и разбираться в ней, что у тебя твое, а что не твое. Вот здесь все-таки и как вы правильно совершенно в начале передачи сказали, да, критичность мышления, она здесь прямо показана, что называется. Развиваем. Да, хорошо. Ну вот, получается, что каким бы ни был выбор человека, главное, чтобы он был осознанным. спасибо большое, Леон, за передачу. Да, такая тема непростая, тяжеловесная в каком-то смысле, да, философская, и об нее сильно раниться можно, но мы постарались осветить обе стороны как бы без давления, я надеюсь, я не перетянула палку, без давления с обеих сторон. Спасибо вам большое за эту беседу, и повторю еще раз, да, главный вывод любой передачи, понимать о том, осознан ли вы, насколько осознан тот выбор, который вы делаете, потому что уж очень много от этого зависит. Спасибо вам большое за внимание, с вами была передача «Фокус на человека», в студии работала Наталья Жукова, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова